МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии. Ольга Пырочкина. И сегодня в выпуске. На благое дело. На конференции НКО обсудили вопросы грантовой поддержки. Живи как хозяин. В Чубаксарах начали проводить уроки жилищно-коммунального хозяйства. Доверяй, но проверяй. В Чубаксарах прошел контрольный рейд по маршруткам. Цены на социально значимые товары на постоянном контроле у правительства Чуваши. Обстановку на продовольственном рынке республики обсудили сегодня в Доме правительства. За 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого в республике увеличилось производство овощных консервов, мяса, минеральной воды, крупы и муки. Увеличили выработку продукции. Это на 26%. 25% было в докладе. Пшеничную муку 25%, ржаную муку 42% увеличили. Произноска крупы также увеличена на 12%. Но если посмотреть реализацию, она тоже увеличивается. По предварительным итогам реализация муки за 2014 год составила 75,5 тысяч тонн. Это на 32% больше уровня прошлого года. Правда, и цены на нее тоже выросли, хотя и не сильно. По состоянию на 22 декабря отмечено рост цен на пшеницу фуражную на 2,4%, муку пшеничную на 12,9%. Сейчас говорить окончательно, что цена на зерно, конечно, не поднимется, это сложно. Но вот этот подъем цены, конечно, в дальнейшем может прогнозировать, можно прогнозировать рост цен на мясо кур и мясо птицы. Потому что 70% затрат в производстве этой продукции как раз находится зерно. Несмотря на рост цен на некоторые продукты питания, в ассортименте магазинов по-прежнему остаются аналогичные товары по недорогим ценам. Отметила заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. Как изменится столица Чувашии к 2035 году? Какой будет Чебоксарская казна в 2015 году? На заключительном заседании в уходящем году народные избранники строили планы на будущее города. Отдаленно и не очень. Подробнее в сюжете. Сдержанно оптимистичным так назвали бюджет на 2015 плановые периоды 2016 и 2017 годов депутата Чебоксарского городского собрания. Сдержанным потому, что полной уверенности в том, что деньги из федерального и республиканского бюджета придут в том объеме, на который рассчитывают, пока нет. Нынешняя экономическая ситуация все же оставляет право на корректировки. В остальном все по-прежнему. Бюджет социально ориентирован. Доходы бюджета прогнозируются на уровне 6,8 миллиарда рублей, что на 690 миллионов больше первоначального плана 2014 года. Расходы бюджета определены в размере 7 миллиардов рублей. В 2015 году социально-культурная сфера продолжает занимать львиную долю расходов бюджета города. Это более 65%. Всего на отрасли образования, культуры, физкультуры и социальной политики планируют направить более 4,5 миллиардов. Заложены средства на строительство детских садов, новых развязок, проектирование школы на Голодково. В итоге бюджет будущего года приняли единогласно. Заодно перераспределили расходы на нынешние. К примеру, дополнительные 15 миллионов направили на реконструкцию проспекта Ивана Яковлева. У меня есть такое высказывание. Ни одна стройка не уложила светлую стоимость, поэтому мы не исключение. Поэтому где-то не посчитали, может быть, глубину земли, и, может, где-то подземную инфраструктуру не просчитали. Поэтому я считаю, что в этом общем объеме, там, по-моему, более 400 миллионов, 15 миллионов, это вполне разумный допустимый люфт, который могли люди ошибиться. Здесь никаких других плохих вещей нет. Если в плане денежных средств депутаты заглянули в относительно недалекое будущее, то вектор развития столицы Чувашии задали на ближайшие 20 лет. Новый утвержденный сегодня генплан рассчитан до 2035 года. Необходимость разработки нового генерального плана связана с произошедшими за этот период изменениями в застройке городского округа. Изменений много от транспортно-дорожной сети до зоны отдыха. Впрочем, Вениамин Мамуткин отметил, генплан – это не тот документ, от которого стоит ждать конкретных архитектурных решений. Это скорее направление развития и распределения городских функций по территории. Подробнее о решениях 47-го заседания ЧГСД смотрите в программе «Местное самоуправление» 25 декабря, четверг, 20.30. Конкурсы на получение государственных субсидий становятся значимым инструментом взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций. Буквально на днях состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов отбора проектов для предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашии. В этом году на грантовую поддержку некоммерческих организаций всего запланировано 16 миллионов рублей. Большую часть средств проектанты уже получили по результатам первого этапа. По итогам второго конкурса отобрано еще 20 проектов. Им будут выделены гранты на сумму почти 5 миллионов рублей. «Если говорить по направлениям, какие же приоритетные направления оказания государственной поддержки специально-ориентированным некоммерческим организациям, то наибольшая доля приходится на проекты, которые реализуются по работе с молодежью, научно-техническому творчеству молодежи. Более 32% проектов приходится именно на это направление. Также очень популярно направление развития массового спорта. Не остаются в стороне социально-ориентированной некоммерческой организации и от реализации проектов по повышению качества жизни людей пожилого возраста, по социальной адаптации инвалидов и их семей. Большое внимание также им уделяется и развитию межнационального сотрудничества, что тоже актуально для нашей республики, и поддержка материнства и детства». Вот уже три года осуществляется финансовая поддержка социальных проектов НКО. Всего за это время было выделено около 43 миллионов рублей. А воспользовались государственной поддержкой 109 организаций. «Это очень своевременная и важная поддержка для реализации тех идей, тех проектов для некоммерческой организации. Согласитесь, порой ведь основной причиной не выполнения тех или иных задач, целей, желаний некоммерческой организации – это, естественно, нехватка денег. А то, что государство, республика нам сейчас вот в таком виде оказывает, это, несомненно, большая поддержка. То есть идет полноценная поддержка развития общественности». Средняя сумма гранта – 390 тысяч. Но есть проекты, которые набирают большее количество баллов и получают более 500 тысяч рублей. «За три года нам удалось осуществить несколько больших, достаточно проектов республиканского значения. Мы привлекаем, прежде всего, конечно, нашу молодежь, школьников к изучению нашей древней и прошлой истории. Это очень важно. И в последующие годы нам удалось, благодаря вот этим субсидиям, организовать целое направление изучения и исследования «Памятник природы Чувашии». Они как-то немножко забыты и оказались неоправданны». Кстати, количество добровольцев в таких социально ориентированных некоммерческих организациях увеличилось более чем на 20%. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. В России запустили новый федеральный проект в сфере ЖКХ. Называется он «Школа грамотного потребителя». В каждом регионе свои направления. В Чувашии, например, в школах начали проводить уроки на тему ЖКХ. В школе грамотного потребителя учитывают возраст аудитории. Пусть пока ребята далеки от темы тарифов, ценовой политики, работы управляющих компаний и ТСЖ, но разбираться во всем этом придется. И лучше пораньше. Так для дошкольников готовится к выпуску серия тематических раскрасок на жилищную тематику и сказок про сантехника-супергероя. А для школьников находятся темы посерьезнее. В будущем наших детей видим как собственников, которые с детства уже должны понимать к своей взрослой жизни идти подготовленными именно в сфере ЖКХ. Я думаю, даже с первого класса уже детей нужно знакомить с вопросами ЖКХ, потребления, правил экономии, чтобы потом на самом деле ко взрослой жизни ребенок всесторонний был готов к этому. Уровень осведомленности у школьников о сфере жилищно-коммунального хозяйства разный. Кто-то о кварплате и экономии воды и энергоресурсов уже слышал от родителей. Для кого-то это открытие. Что ты думаешь, что надо экономить воду, электроэнергию и не рисовать на стенах. Раньше этого не знали? Нет. И мне родители давно приучили экономить свет и воду. В настоящее время рабочая группа, в которую входят координаторы федерального проекта «Школа грамотного потребителя», жилищно-коммунальные инспекторы, представители Министерства строительства, Министерства образования посещают открытые уроки. В перспективе будет разработана специальная методическая программа обучения детей по этой весьма актуальной теме. Такие занятия со временем планируется ввести во всех российских школах. Все в подъезде берегите, не шумите, не солите. Вот тогда мы спасем мой дом, всем нам нужен жизнь и он. Марина Рябцева, Евгений Анисимов, Республика. За перегруз водителя накажут рублем. В Чебоксарах проверили автобусы коммерческих маршрутов. Сегодня в Чебоксарах прошла очередная проверка автобусов коммерческих маршрутов. В 7 утра сотрудники администрации города, представители Управления Федеральной службы судебных приставов и Управления Государственной инспекцией безопасности дорожного движения вышли на контрольный рейд. За время рейда проверено 20 автобусов. Нарушение выявлено одно на 51 маршруте. Составлен протокол об административном правонарушении. Водитель, допустивший перегруз в салоне, оштрафован на 500 рублей. Также в ходе рейда остановлен автобус маршрута 57С, который перевозил пассажиров без договора с администрацией города. Материалы проверки направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чебоксаре. В ходе сегодняшнего рейда проверено 20 автобусов на маршрутной сети города Чебоксары. Выявлено одно нарушение – перегруз. Эта работа будет продолжаться и дальше. Ежедневно будем проверять на проверку исполнения договорных отношений. Призываем горожан быть бдительными и не садиться на перегруженные автобусы. Очень большая просьба ко всем соблюдать эти правила. Перегруза в маршрутках быть не должно. Такие требования соблюдать не просто обязательно, а категорически необходимо. Работа по выявлению нарушителей проводится ежедневно. Алексей Гурьянов, Татьяна Загоцкина, Данифа Тагирова, пресс-служба администрации города Чебоксары. Игромани – одна из самых тяжелых зависимостей, считают психологи. Еще пять лет назад проблема азартных игр стояла особенно остро. Повсеместно располагались денежные игровые автоматы и казино. Со вступлением в силу закона о закрытии горных заведений на территории России ситуация стабилизировалась. Однако и сегодня находятся злоумышленники, желающие нажиться на чужой болезни. Недавний случай. Молодой новочебоксарец проиграл все деньги в карточной игре, а следующей ночью свел счеты с жизнью. Подобные трагедии, к сожалению, не редкость. Люди, страдающие от игровой зависимости, не умеют решать проблемы в реальной жизни. Они чаще других подвержены стрессам и перепадам настроения. И ведут себя так, как наши статисты. Обеспечить игроману доступ в казино – все равно, что вручить шприц наркоману. Буквально недавно оперативным органам удалось сдержать преступную группировку, незаконно организовавшую в столице Чувашии сеть игорных заведений. Следствием и судом установлено, что с лета 2011 года по июль прошлого года злоумышленники в составе организованной преступной группы незаконно организовали законспирированную сеть подкольных казино в городе Чебоксары, состоящую из пяти точек, используя для этих целей не менее 22 игровых автоматов, пяти игральных столов, систему видеонаблюдения и другое оборудование. Этот незаконный бизнес позволил злоумышленникам извлечь доход в крупном размере на сумму не менее 8,5 миллионов рублей. Их деятельность была пресечена сотрудниками органов внутренних дел. Все игровое оборудование было изъято. В настоящее время приговор суда пока не вступил в законную силу. Шести злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы сроком от одного до трех лет. Отбывать наказание они будут в колониях общего и строгого режима. Кроме того, каждому члену преступной группировки назначены штрафы в размере от 250 до 500 тысяч рублей. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика. А вот трое молодых чебоксарцев проявили себя как настоящие герои. Парни не испугались и сдержали грабителей, напавших на пенсионерку. Смелых горожан чествовали в управлении МВД России по городу Чебоксары. Все началось с того, что несколько дней назад в отношении 67-летней женщины был совершен грабеж. Двое мужчин напали на нее и отобрали сумку. На счастье пострадавшей в этот момент поблизости оказался 25-летний Алексей Савельев. Услышал, как женщины просят помощи о том, что ее ограбили. Она кричала, что в сумке ничего нет, верните. Ну, позади меня там мужика прятались. Я не стал ходить, я один боялся, одиночку. Ну и попросил двух молодых людей помочь мне. Уже втроем они задержали двух злоумышленников, вызвали полицию и передали их в руки стражам правопорядка. Задержанными оказались двое 40-летних чебоксарцев, ранее неоднократно привлекающихся в уголом ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время проверяется их причастность к другим правонарушениям, совершенным на территории города Чебоксары. За совершение такого мужественного поступка полковник полиции Сергей Павлов вручил Алексею Савельеву, Артуру Майорову и Станиславу Романову благодарственные письма и ценные подарки. До Нового года осталось 8 дней. Сотрудники МЧС предупреждают, не забывайте о безопасности в праздничные дни. Советы специалистов сразу после новостей в программе «По существу». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова